Ну что ж, всем еще раз привет. Продолжаем трансляцию североамериканской квалификации. Да, у нас прямо из огня до вполами, буквально только что игра на 110 минут, и вот уже следующий матч. Что решает этот матч? Комплексити против Оверпауэр. Оверпауэр, чемпионы батлкапа, по-моему, или через Сарик, квала они прошли, не помню точно, 0-8 у них, они потеряли все шансы. А вот комплексити, если выиграют все свои игры, да, просто даже если выиграют все свои игры, то они могут еще зацепиться за плей-офф. У них 3-4 на данный момент, но тем не менее шансы есть и весьма хорошие. Пока что Freedom, NP, Planetot еще далеко не до конца определили свою судьбу, и даже еще есть вероятность, что Planetot у нас могут подняться на первую строчку. Но только команда Digital House, помимо всех прочих, обеспечила себе выход в плей-офф. То есть Digital House выходит в плей-офф, но они не занимают первое место. WillRack, Complexity могут выйти в плей-офф или вылететь. Planetot, NP, Freedom могут занять первое место, ну и точно уже тоже в плей-офф. Quest, Team Red, Starboys и Оверпауэр гарантированно покидают турнир. Что-то еще хотел сказать. А, у нас интереснейшая ситуация будет в последующих турах. То есть буквально сейчас у нас две игры, которые не так много решают, но дальше у нас каждая игра решает очень и очень многое для первого места, для пятого-шестого места. Ну и драфт уже подошел к концу. Команды, конечно, очень быстро пикнули, так как они ждали концовки прошлого матча. Что скажешь по драфту, Дим? Как тебе вообще Complexity, Оверпауэр? Чей пик нравится больше? Ну, скажу то, что у Оверпауэр всего лишь нам всего один кэрри. Кэрри Рейзер. Ну, как бы он смотрелся, конечно, неплохо против того же Лайфстилера из-за того, что он его как бы напрягает на протяжении почти любой стадии игры, но одного кэрри мало. Один кэрри игру не выиграет. И учитывая, что у Оверпауэр нет, вот просто отсутствует герой, который мог бы прямо заходить на возвышенность и убивать, то складывается впечатление, что, скорее всего, Complexity Gaming просто пофармит, оденут Эмбер Спирита, оденут Лайфстилера и после этого будут заканчивать. Представь, вот если бы в прошлой игре был бы один Рейзер. Да и так там было не так просто, несмотря на то, что помимо Рейзера там еще были другие герои. Ну, были бы, допустим, там какие-то другие герои, вот такие как вот Keeper of the Light, такие как Пак, то там бы уже, скорее всего, одна команда бы 100% выиграла тупо из-за пика. Ну, и вот здесь мы видим что-то похожее. Здесь ребята взяли Катлан на второй пик, и обычно, когда вы берете Катлан на второй пик, вы рассчитываете на долгую игру, потому что этот герой, он очень хорошо проявляет себя в защите за счет своих волн, но здесь мы видим, что ребята решили что-то странное напикать, ну и, возможно, это как раз вот и говорит о том, что у них 0.8 в группе, и они играют не так убедительно. Ну да, они уже, в общем-то, я думаю, немножечко расслабились, хотя мы смотрели с тобой, по-моему, буквально пару игр назад, или, может быть, 110 минут назад, как раз, как они играли, и, в принципе, боролись до конца. Да, мы видим, что команда комплексти очень любит Вилата и его комментарии. Му будет играть на лайфстилере. Вообще, как ни удивительно, но комплексти попадаются нам впервые, по-моему, на глаза. Возможно, ты комментировал какие-то игры. Комментировал, да. Ну, это же ведь те самые комплексити со свиндолзом, с зефриком, также усиленные, ну или неусиленные демоном. Ну, в общем, очень много вопросов оставляет их мидер, Ферро. Ферро, да. Он как бы, ну, стоит там, конечно, что-то такое полезное делает, допустим, там, минуте на 30-й, на 40-й, но в целом у комплексти гейминг есть огромные проблемы, допустим, вот где-то с тимфайтами, потому что они в этих тимфайтах зачастую сильно чудят и не всегда сохраняют позиционку. Есть, конечно, уже свиндолз на своем фирменном шекере. Я комментировал его игру и могу сказать, что он тащил свою команду довольно-таки неплохо, но в один момент он как будто ломается и начинает активно закидывать. Тоже, опять же, где-то там, допустим, на 40-й, на 50-й минуте. Нападение на демона. Поэтому нужно выиграть долг. Демон успевает уйти на ТП. Хотя, так интересно, Рейзер специально последнюю тычку отменил для того, чтобы успеть накачать побольше урона. Он мог нанести только один удар, но все равно остается у демона немножечко ХП. По две руны забрали. Зифрик забирает на Рике одну руну, воспользовавшись этим выходом. Ну, в общем, по две баунти-руны. Ну, будут давить. На Икса нельзя отпускать. На Икса нужно убивать. У него сейчас нет щитка, и можно будет его хорошенечко пробить. На этой линии мы имеем Keeper of the Light, Nyx Assassin и Razer. Довольно-таки хорошие герои для противоборства. Три на три. И лучшее, что могут сделать комплексити в такой ситуации, это просто слаб на длине. Да, здорово сейчас против Лайфстилера поставить вот такую вот агрессию. Ему будет тяжело фармить. Кстати говоря, еще все-таки не отпускает меня предыдущая игра. Ведь действительно был вариант купить Аганим СФу, переложить его в рюкзак и иметь дополнительные души. Там не работает ультимейт, по-моему, если его переложить, так как с Аганим. Но вот эти души, которые дают, они набиваются и сохраняются. Да, ну вариантов там на самом деле было много в плане того, что можно было бы сделать. И NB просто использовали большую их часть. А, допустим, какой-то Мун, который купил рапиру, он просто взял рапирку, ушел в АПК на базу на 15 минут. Ничего не сделал, потом отдал рапиру и решил, что пора в игру возвращаться. Абадон против Шейкера. Такая вот линия. Как думаешь, сможет Шейкер справиться с Абадоном, если будет качать тотайм? Если возьмет щиток. У него нет щитка и по тычкам он проигрывает. Щиток необходим. Особенно в противоборстве миличников. Ну и сверху потихоньку, за счет каких-то отпулов, за счет того, что под вышки находятся, Лайстиллер начинает добивать грибов, правда минус 31 урон. И ситуация усугубляется. Сюда же приходит Никс Ассасин. Никс Ассасин. Очень много урона от вышки. Ну вот это, конечно, здорово он сделал. Легкий ФБ. Очень легкий. Да, просто зашел и отдался. И погиб. Ну в этот момент Рикки заваливается на центр. Начинает активно прыгать в пак. Пак его не пугается. Он продолжает ему разбивать лицо. И Рикки у нас в такой итоге подумал, что размениваться невыгодно. И решил уйти наверх. Наверху он мешает котлу пулить. Да, хорошо действует пока что Рикки. И там помог, и тут помог. Вот. А я хочу понаблюдать за Фиро на самом деле. Ты вот так сказал, что к нему много вопросов. Ну в замесах. То есть как бы на линии он, конечно, может быть стоит хорошо. У него там все получается. Но вот когда в комплексе гейминг входит замесы, они частенько там чудят. Поэтому я надеюсь, что в этой игре они соберутся и попробуют как-нибудь выйти в плей-офф. Но все же, какой же плей-офф без Свиндлза? Да, да. Такой же, как и Интернашнл без Дэнди. Ага. Не сыпь, не сыпь. Соль на рану. Да ладно ж. Я думаю, что после прошлой игры не можно все. Свиндлз. Поцепили его. Да, щиток имеется. Но здесь у нас присутствует Никс Ассасин. Ну да, 2 на 1 шейкер уж точно не постоит в эту линию. Вот это уже классическая раскачка для соло шейкера, который получает большой уровень. Он максит не фиссур, он максит афтершок, чтобы потом подфармить крипов каких-то. Так, ну и по-моему ошибается. Ну что, делает ТП. Делает ТП и благополучно уходит. Да, Никс здесь возможно поспешил со станчиком. А параллельно с этим Фиро забирает пака. Да, причем забирает, я так посмотрел, без помощи. Без какой-либо помощи. Не, по-моему Рикки был. Рикки был. А, вот он, да. Вот он рядышком. Убегает. Котл продолжает давить лайфстиллера, но как мы видим, 11-1 лайфстиллер, Рейзер 18-4. И в принципе, муд для такой линии стоит более-менее. Он хотя бы что-то забирает. Зифрик забирает баунти руну. Почти третий уровень. Кэш хочет прийти, забрать руну, но ее нет. И Зифрик еще и свою заберет. Получит третий. Вот интересно, какая синергия у Кипера оф зелайт и Рейзера. То есть, как вот они вместе будут работать. Да, у нас, как ты знаешь, Кипер оф зелайт, он неоднократно появляется в пике уже, и каждый раз он ставит как-то в тупик. Напомню, что он выиграл номинацию лучший ласт пик. Худший ласт пик. О, худший ласт пик. Ну, просто разор как бы на этой линии пока вообще играет один. Единственное, что делает котел, он стоит сзади и забирает его экспу. Ну, может быть, еще пулит крипов. И как-то ему в очередной раз сложно найти себе место. Мид ты особо не загангаешь. Лез против Рикимару ты особо не пофармишь. Он тебя придет и убьет. Ну и снизу, как бы, шейкера ты особо не убьешь. С тем же Абадоном. Так, смотрим. Фиро. У Фиро третий Searing Chains. Пытается уйти пак и успевает. Третий Searing Chains и длительность их достаточно большая, но этого все равно не хватает. Кстати, очень необычная раскачка. Третий Searing Chains, Флэймгард в единичку и Слэйш оф Фист. Ну, против пака Флэймгвард не особо-то и работает. Ты его вырубаешь, пак, допустим, выкидывает арбу и сразу же уходит. Учитывая, что у тебя есть Рикки, ты можешь привязать своими цепями и надеяться на то, что у пака просто полетит арба и все это время он будет находиться в тучке. Ну, дальше уже вопрос блока. Попытка номер два. Если сейчас потратит арбу, то это будет конечная. Ну, пак не будет тратить арбу, он будет стоять. Вот сейчас тучку. И убить. Хорошо. И убить, убить, убить. Красиво. Не сразу стал зафрик кидать тучку, а чуть-чуть подождал. Да. Сделал выводы из вот этого первого мисплея. Если он сразу прыгнет, то там бежит за тобой Рикки Мару, он бьет тебя, у Рикки Мару имеется орба Феном, и пак в любом случае будет испытывать трудности. Свиндлс. Пятый уровень. Третья пассивка. Абадон пока что берет щиток и также курсов Аверн. Он скачает без мисткойла. Ну, для линии один на один мисткойл не особо нужен. Хотя штука все равно полезная. Так, ну что, будут еще выход на пак? Привязывают? Ну, нет. Здесь, конечно, уже ничего не сделать. Просто разминают немножечко. Вбивают жизни. У Эмбер Спирита имеется реген. Сразу ест сэнтри вард. Пак у нас не успевает. У пака. А, у пака танго нет. Вот в чем проблема. Минус сто. Ну, паку по-хорошему нужна помощь. То есть, хотя бы сэнтри поставить. Хоть какая-то защита. Сейчас, как только Эмбер Спирит получит шестой уровень, пак уберет сразу. Его привяжут, у него прыгнут, и ему конец. Ну, Эмбер Спирит тоже шестой. Но он не отрегенился. Шейкер. Опять погоня за Шейкером. На этот раз не тратит стан. Но так можно очень долго бежать. ТП-аут. А ТП нет, лоу. Есть. Но не там лежит. А вот так, если... Ай, Никс Ассасин не дотягивается запер сам себя. Какой провал. Никс должен ходить отсюда. Стан. Каким-то образом не попал по Шейкеру. Как это получилось? Да, и взрывается щиток в итоге. Свинтлз погибает. Но красивый момент. Мог убить Никс Ассасина. Это было бы классно. Ой-ой-ой, пак. Ошибка от Фиро. ННТ. Сайланс. Да, и в итоге минус пак. Ошибка от Фиро, но еще жестче ошибается пак. Полез на Рики и Фиро. На двоих. Есть инфюз трендроп, поэтому пробить очень тяжело Фиро. Ну и на развороте Фиро не оставил шансов. Свинтлз возвращается на линию. Эхо слама нет, но у него неплохой закуп. В принципе, есть Виндлейс, есть Сапог, шестой уровень. Достаточно много крипов добил. 28. Абадон чуть побольше. Также забрал Шейкера, но в целом для Шейкера ситуация неплохая. Да, ну и на легкой линии у нас Мо немножко страдает. Ему там, конечно, фармить сложновато против Фрейзера, но у него это плюс-минус получается. Демон постоянно делает пулы, Рейзер теряет некоторую часть крипов, из-за этого Ластиллер, допустим, забирает большую часть крипов подвышкой благодаря топорику, и по итогу вот эта вылазка в харду она не увенчалась успехом. У Мо такой же фарм, как и у Венома, просто один в один, и при этом пак у нас в Миде по-моему, сколько там, три раза, да, три раза погиб. Да, но это уже плохо, когда ты вот так вот приходишь на сложную линию и при этом никак не можешь помешать. Рики находит кэша, блочит его, кэш, скорее всего, погибли. Попытка сделать ТП, ну и забирает. Причем весь вот этот вот Харас, Кипер оф зе лайт, вот именно конкретно против... Шейкер подходит к паку, получает стан, есть арба, есть Сайланс, приходит Эмбер Спирит, навязывает Абадона, идет за Никс Ассасином, Никс Ассасин, Никс Ассасин погибает. Ну и Фиро, есть трендроп, разворачивается, Сиринг Чейнс, щиток, погоня за Фиро, уходит от арбы, Фиро, получает Сайланс, минус Фиро. Да, какого-то не хватило небольшой поддержки, потому что все здесь такое битое, приди сюда какой-нибудь Рики или какой-нибудь другой герой, могло все обернуться совершенно иначе. В итоге размен 2 в 1, немножко неудачный для комплексти, в очередной раз забрали Шейкера. Шейкер, кстати, себе делает необычный выбор, ПТ. Ну мужчину, ну мужчину покоится. Статовый такой, да, Шейкер убийца. Нашел Зифри Кэша, погнал его из леса, может быть даже, кстати, убьют, у него фейсбуз есть, подвыщщику решил не идти, отрезает путь к отступлению. Минус просветка, Рики под нее не попадает, да, причем видел, что просветка использована. Надо ждать, надо ждать день, и он знает, где находится кэш. Да, ну вот мы говорили о том, что Keeper of the Light, в игре, в которой он был худшим пиком, он хотя бы мог уйти в лес, здесь даже в лес не уйти. Особенно против такого Рики, который так много уже получил. Здесь контролит все, скоро 6-й, с 6-м левелом он будет очень опасен. Все-таки Trick of Trade довольно полезный спелл. Выходит Рики в спину, так, Пак активирует касту, но Фиро ошибается. И теперь Гуннер на развороте. Фиро получает саунс Пак, продолжает избивать Фиро, Фиро до конца, до конца, гейминг от Фиро, сиринг чейнс, и Пак погибает. Нет, погибает Ember Spirit, и только потом погибает Пак. Вау, классная игра от Пака до конца, против двух героев, но, опять же, он погибает против Рики, который вот-вот мог получить 6-й, даже получил его на линии, и Рики получает уже практически 8-й уровень. Этот Рики сейчас будет терроризировать всю карту, по-моему, с хорошими артефактами, страшный персонаж, на самом деле. И опять же ошибся Ember, он знал то, что Пак бегает на хосте, он понимал, что, скорее всего, он сможет от него убежать, и вместо того, чтобы как бы дать фисты на верочку, он их потратил, и ничего толком не сделал. Это когда первый раз он промахнулся. Но возвращается. Возвращается к репам, у него уже флеймгвард 3-го уровня, и сбить этот флеймгвард уже будет проблематичнее. Пак у нас, в свою очередь, пакуется, у него имеется 2-0 талисмана, на Мэджик Вант по вортец, и он уже довольно-таки неплохо наваливает сурки. И единственное, что нужно паку в мид, это просто сентривард. Если будет стоять сентривард, то он будет избивать Ember Спирита. Но сентриварда нет. Просто тычковать. А если сентриварда нет, то нужно идти и гангать. Пак, находит шейкера. Успеет. Ну, святыню нажимает. Да, успел. Возвращаемся назад. Абаддон без ультимейта. Абаддону можно забрать. Рикки здесь. А, он не просто Рикки, Минус Абаддон. Минус. Очередной фраг. Зифрик 3.03. Восьмой с половиной уровень. Есть Фейзы, Орбов Веном, Аквила и еще 627 монет. Он слишком богатый. У него Нетверс почти как у Мон. Ой-ой-ой. С Виндлс. Ну, решил подфармиться. А че бы нет. Просто минусы ХСЛМ. Но минусы все крепы моментально. В миде. Дабл Дэмэдж. Никс Ассасин. Должен жать Херапасы. Вау. Реакция. Ну, по-моему, тут среагировать было не так уж и сложно. Никс Ассасин подошел прямо под вышку. Не нажал Херапасы. Хотя у него маны было только либо на стан, либо на Херапасы. Да, так что здесь Никс Ассасина тоже тяжело обвинить. Он хотел как-то укусить и дать стан. Но будь у него побольше маны, он бы дал Херапасы, укусил и дал стан. И Эмбер Спирит вряд ли бы успел среагировать. Приходит Рикки. Это опасно. Силинг Чейнс. Есть боля. Пошел. Ой, как же больно. Но Пак. Использует Арбо. Уходит. Еще один дар. Побежал Эмбер Спирит. Как-то он заблочился, остановился. Мог, наверное, убежать. У Эмбер Спирита там не оставалось ремнантов. Находит Абадона. Есть ультимейт. Активирует ультимейт. Но Рикки тут как тут. Есть Никс Ассасин. Будет ли давать станчик. Лучше не показываться. То есть он может, конечно, попробовать спасти, но при этом, скорее всего, сам он должен погибнуть. Тут телепортируется Кипер Слайт. И в последний момент придумал. Почему-то они решили не идти. Я не знаю, кстати, почему. Святыня пустая. Они это видели. Ну, ошиблись. Ошиблись. Да, и теперь они за ним бегут, но уже теперь слишком поздно. Лол. Демон. Демон играет надежно. Он просто стоит и бьет вышку. Находит Никса. Да, Никс. Закрывают его здесь. Сиринг Чейнс. Карапасы. Дучка. И фраг для Фиру. Очередной. 4.10. Пока что очень легко игра идет для комплексити. То есть помимо того, что у них есть неплохой лайфстиллер, у них есть шейкер, у них есть варлок, у них очень сильный Рикки, который практически как оффлейнер имеет фарм. И выходит в диффуз. Девятый уровень. Если посмотреть по уровням, то Рикки у нас, ну да, он как Му, как Свиндлз, отставая только от пака. Перетягиваются наверх. Инфес-бомба очень скоро будет готова. Му только нужно нафармить себе на Мидос. Можно будет сразу использовать и после этого попробовать кого-нибудь убить. Му, конечно, дамажит у нас сейчас немного у него пока, но урон только одни фейсбудсы, но при этом Зефрику он бьет больно. Он вроде бы саппорт, вроде бы Рикки, но у него уже пассивочка четвертого уровня. Имеется Рингу Факвила и та же фейсбудс. Пробивает пацанов. Интересно, что возьмет на десятом уровне? ХП или МС? Жизнь. Барабаны делает себе рейзер. Никс Ассасин опять выходит в атаку. Встречается с Рикки, но они друг друга не видят. Проходит. Рикки идет дальше. Очень тонкий снизу и нету в центре варда. Рикки прыгнет и одного из них убьет. Даже у Рикки есть в центре, а вот у команды ОП нету. Фиро. Аккан руна фейлит. Фейлит. Рикки заходит на Киперов Зелайда. Вейл повешен на Рикки. Есть ульта. Успевает улететь. Тем временем избивают Рейзера. Рикки пытается отступить. Ну, паком нужно добивать, но Киперов Зелайд в итоге Рикки выживает. Шейкер дает неплохой Ахаслам. Минус Никс Ассасин. Продолжается погоня. Рейзер. Плазма Филд. Рейзер очень битый. Фиро привязывает Шейкер. Отличная фиссура. Лопается моментально Рейзер. Абадон. Ультимейт заканчивается. Еще одни Сиринг Чейнс. Апотик Шилд. Рикки дает смокскрин и забирают. В итоге минус 3. Не потеряв никого, могли забрать Рикки, сбить ему с Рикки, но как-то решили отпустить его в итоге. Еще и сейчас видят Пака. Но к Паку опасно подходить. Он может просто нажать с пылы для того, чтобы пофармить крипов и убить тебя. Но через Сайленс они его убьют. Жизни у него мало. Вейл потратил. Арбу потратил. Остался только рифт. А Эмбер уже сзади. Рифта не хватит. Эмбер сзади. Срезает. Ну, здесь также Никс. Да, очень больно. Пошел ультимейт. Пак. Дает Сайленс, но погибает. На Рикки Сайленс действует. Никс открылся зачем-то. Подходит Рейзер. Зифрика у нас все еще выживает. Зифрика просветили, но у него имеется фейсбутс, и он успеет отойти. По итогу, ну, можно сказать, то, что эта игра это просто вот солирование Зифрика. Он за 17 минут умудрился сделать 10 фрагов. Эмбер Спирт, конечно, тоже молодец. Он умудрился сделать за 17 минут в сумме тоже 11 фрагов, но он слишком много фейлит. То есть, мы здесь сколько раз он использует фисты и зачастую у него не получается привязать. Да, Зифрика вообще чувствует себя очень здорово, и при всем при этом я не вижу до сих пор ни одного сентри. Есть просветки, но просветку ты можешь использовать только когда Рейки уже открылся. Ведь Рейки делает по тебе удар, вешает тучку, уходит в вульт, и все, и просветка неэффективна. А сентри даст тебе возможность заранее увидеть его, особенно если ты выходишь в позиционную атаку. Никс копает, есть голем. Подхилл, пытается сделать ТП, но нет, все хорошо делает Рейзер, и об аддону достается фраг. Минус, минус варлок, и все еще есть голем, можно за эту вышку подраться, неужели будет ее отдавать? Хотя да, она очень битая, ее можно отдать. При этом расходится по линиям. Свиндлз имеет 2150, ему остается совсем немного до 12 уровня и Блинк Даггера, тоже очень сильный герой получается. По-моему, сейчас нужно как можно быстрее дофармливать, может быть, продавать топорик и лететь на базу. Да, лететь на базу, фортификейшн. Смотрим. Это может быть очень красиво и очень больно. Хотят забрать вышку. Фиро подходит в смоках. Да, не успевают. Хотя выходит на лайфстиллера. Лайфстиллер отступает. Идут все еще по пятам. Рики видит всех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шейкер прыгает. Отличный эхо-слэм. Разрывает первого. Второй также падает. Минус Рейзер, минус Кипер оф зелайт. Никс пытается сделать телепорт. Получает фиссуру. Минус Никс. Но я еще могу сказать, что легко отделались. Хотя минус 3 это это больно. Это очень больно. И Рики практически приготовил себе уже диффуз. Взял хп. 12 уровень. Не за горами уже и второй талант. Весьма странно. Они как бы игнорируют центри. Очень странно. Их просто убивает Рики Мару. Он открывается, дает сайленс. И допустим тот же пак ничего не делает. Тот же Никс ничего не делает. Тот же Кипер оф зелайт ничего не делает. Да даже Рейзер. Даже он ничего не делает. Он не может использовать Plasma Field. Он не может использовать Static Link. Он даже не может включить свой ультимейт. И по итогу ребята продолжают бегать по карте без центри и страдать. У него одного центра. Вот. То есть это совсем. Тем более, что у них вот такая сильная МТС-бомба. На швейерейзера. Прожимает барабаны. Почему ты не нажал Open Bounds? Почему? Замедленно. Вопрос. Может быть как-то не дотянулся от сравнения какого-то маленького уровня у него. И там очень маленький радиус. Рики, находят. Нет ультимейта. Есть шанс убить. Сбить стрик. Шейкер. Шейкер без фиссуры. Рики дает тучку. Спасает его Шейкер. Рики выживает. Фантастика. И на развороте Никс Ассасин. Погибает. Пак уходит в шифт. Рейзер пытается высосать немного урона. Но Лайфстиллер отступает. В итоге Рики опять не убили. Забирают Никс Ассасина. Он может пойти дальше. Его начинает подхиливать Варлок. У него имеется ультимейт. Он может прямо сейчас бегать и давать минус. И в общем-то он пошел искать кого-то во вражеском лесу. Ребята решили без центра сыграть. Может это какой-то челлендж как у ВП. Все разные герои без центра победить Рики. Либо принципиально как-то не покупают. Ну как мы уже сказали Оверпауэр уже потеряли все шансы. Может быть там Киперузлайт решил забастовать и сказал, что пока я не куплю Аганим никаких центрей вы не увидите. Я куплю Аганим и Гем. Да и все. И все. Окей. Я уже вижу как заканчиваются такие игры. Очередной инфест. Смотрим смотрим на Рейзора. Смотрим на Киперузлайт. У него все еще выход в Аганим. Никс. Есть просветка но он и та в рюкзаке. То есть потребуется 6 секунд чтобы ее активировать. Ну а здесь выход на Пака. Он должен умереть. Он не верит что Пак 1. Он это просто не верит. Хотя нужно. А они еще Шейкера подождали чтобы наверняка Идем дальше и находим Котла. Шейкер видит Скипера взывает. Котл делает ТП и Шейкер не пошел за ним. Реально комплексности не верят что все настолько просто. Неужели здесь один пак которого так легко забрать. Ну да действительно это один пак которого так легко забрать. Диффуз практически готов 13 уровень Идет дальше Да сбивают обсервер даже у комплексти есть в центре теперь эта игра уже начинает походить на какой-то абсурд Находит Абадона Демон занимает позицию Голем очень скоро будет Подтягивается сюда еще Никс Ассасин И Тир-1 нужно защищать Фиро имеет 16 уровень Имеет Вейл в Дискорд и Блинк Находит Рейзера Ой как неудачно ТП Сюда Рейзер Получается сразу тонна урона Рейзер активирует Светыню Выходит Под ультимейт Рики неплохо Шейкер дает фиссуру Рики просто уходит Пошел Голем Неплохой урон залетает в Эмбер Спирита Эмбер Спирит под Сэронсом Кастует фисты Здесь жиму на лайстилере Шейкер Какой эхо слэм от Свиндолса Минус 3 Моментально Никого не теряют Пак уходит в шифт Нет ультимейта у Абадона Минус Абадон И только Пак Только Пак спасается Ну Свиндолс по-моему ждал какого-то суперидеального момента и он его дождался В такой игре где соперник совершает такие ошибки ты можешь себе позволить подождать и выбрать момент когда они все в пятером ставят в куче Да Да Ну и в целом ребята навалились на Му Му наспитывал у Му там 2000 с лишним жизнью когда он включает армлет и забрать его так быстро не получится Когда он нажимает на рейдж Пак Никс Ассасин Кипер из Лайт ну фактически не наносит какого-либо демеджа ну а тот же Рейзер как мы понимаем ему нужно время чтобы высосать высосать урон и после этого убивать А тут просто шейкер рывается когда вы все собрались кучу и это конечное Диффуз Ну пока просто в одни ворота Появился первый Сантряк Появился Сантряк Та самая драгоценная Да Нужно поставить Он еще блин лес фармит Наверняка этот лес кто-то хочет пофармить кроме него а он такой оп и забирает Выход Интересно куда они пошли без палки Рикки увидел что есть Сантряк Они втроем никого не убивают Ну они уже в пятером практически Они идут пушить Вообще в их в их положении пушить нужно Один Рейзер эту игру не выигрывает особенно против Эмберспирита Ну знаешь как-то идти пушить когда ты проигрываешь 10 тысяч очень тяжело Да Даже если ты должен идти пушить Да Но фишка в том что если они просто будут фармить то я не верю в то что пак какой-то и абадон будет в ледгейме побеждать Эмберспирита Ну это без вариантов Эмберспирит будет сильнее их Ну и вот они пушат Эмберспирит ломает пушку быстрее чем они пушат ее в ответ Шейкер минус стан Могли его пытаться зацепить Да Ну вот фишку они конечно забрали но они это сделали вчетвером в то время как Эмберспирит у нас в одиночку забрал Т2 снизу и вот теперь можно пойти и запушить допустим Т2 на центре Тут только один Рейзер на защите Его и убить можно Пошел Зифрик Аккуратненько подходит проверяет ждет ждет Рейзера надеется на то что он пойдет допустим наверх Да не хочет рисковать видит видит что Рейзера действительно идет Можно убить он просто один Как-то вообще не верится Просто за кем он идет куда он идет наверх он уж там никого не видит Там два центрика стоит это все центри которые купили в этой игре пока что Тим ОП Что-то хочется взять возможно вот сейчас видит Рики Ну как-то игра успокоилась немножечко А есть чем сбить ТП Нет Нет Слишком мало урона Может быть стоило прожать ультимейт и тогда бы хватило урона Но нет Решили не тратить на этого пака Все-таки у ультимейта не такой большой кулдаун Ты можешь прожимать его чуть ли не в каждой драке с самого начала игры Фиро Сделал блинк Сделал вейл и делает себе мэл штром Чтобы больнее бить с руки Ну а Калео Калео куда-то пошел к врагу на базу Может быть хочет вард поставить Курицу ищет Вард поставил и делает ТП На курицу тут не так просто найти Эмбер Спирит Можно цеплять пака Цепляет пака Есть Форстаф Есть Вейл Шейкер Дает фиссуру Догон Эмбер Спирита Вот оно что И догон я честно говоря как-то и не заметил Ну а что с Аганимом на котле Аганим на котле Почти готов 30 золота Скоро будет И все еще из центря Никс Находит их Рики Рейзер пытается отступить Но куда же ты убежишь от диффуза Да Как же больно разваливает Рики И смог Все Все? Смог Аганим Смог и поехали И та самая Сентря Да Священная Драгоценная Побежал искать Ну ладно Аганим есть Аганим есть Это уже хоть какая-то польза А потом такой приходит И думаю Пофармю-ка я Там Рейдин Слышал Неплохо Посмотрится на Абадоне Да и Абадон Шесть слотов Слышал И не прощает И тут котел Забирает у него Всех кликов Ну может быть Котел тоже не прощает Шесть слотов На Шейкера Нападение Успевает дать фиссуру Неплохо забайтил Шейкер Поднимает себя Вьюл Прямо под ста Нужен спасительный Голем Голем залетает Неплохо Эмбер Спирит Киперовзылает Погибает Киперовзылает Зифрик Также Рейзор Попадает под тучку Минус Рейзор Попадает Никс Ассасин Под фиссуру Минус Никс Ассасин Пытается отступить Абадон Но и Абадону Абадон Ультимейт А тем временем В пак влетает Шейкер Дает эхо слэм Но этого недостаточно Фиссура в никуда Поднимает Поднимают его вьюл Уходит Сиринг Чейнс И погибает Минус 5 Минус 5 в исполнении Комплексити 5.30 28 минута 16 тысяч перефарма И честно говоря Конечно Слабо верится Что оверпауэр Что-то смогут сделать В этой игре Учитывая их пик Ну уже просто Избиение происходит Тут же Рикки Всю команду Сейчас будет выносить Ну как бы Рикки прыгает Он дает допустим Замедление Допустим Какого-то Рейзера Выходит у нас Му И Му Мгновенно убивает Рейзера Рейзер ничего не может Ему сделать После этого Как бы остается Четыре героя Которые не так хорошо Прыгивают Найкса И Найкс просто бегает Делая Все что угодно Я очередной раз Убеждаюсь Что если допустим В команде Рейзера Нет какого-то героя Который бы мог Прыграть БКБ То Рейзеру очень тяжело Что-либо сделать Это как допустим Вот Легион в прошлой игре Там был Рейзер Он рубал ультимейт Легион командор У него прыгал И стабильно его забирал Берешь любого героя С контролем против БКБ Например Какой-нибудь Бэтрайдер И резко Проблемы решаются Мне кажется Эмберспирит Пожалел уже Что он не взял Вот этот вот талант На 8% Увеличение магического урона Учитывая что он Собирает себе догон Бисквикнул наверное Да я думаю Что кто же знал Что вот так вот игра Повернется Что он будет догон Собирать И максить его Все таки Могла бы быть Какая-то борьба Не ну в любом случае Ты же там Покупаешь Вейл Увеличиваешь магический урон Потом Молнии Увеличиваешь магический урон Ну вообще да Там Шива Некоторые уберут Рейзер погибает Тучка Лайфстиллер Минус Рейзер И Яши на подходе У Зифрика Временем на нижней Эмбер Спирит Догон Форстав Шифт Успеет ли блинкануться Успевает Но Эмбер Спирит Находит Эмбер Спирит все равно догоняет Минус пак Два кор героя За легкие парочку минут Шекер Есть Юл Скоро 20 Возьмет себе Наверное урон от Эхо Слэма Чтобы красиво развалить всех Но правда все равно Рэмпач Сахасла Не сделает здесь Из-за Мадонна Вводит Кипер Взлайф Прыгает Рекимару И Кипер Взлайф умирает Да Му решил даже не вылезать Есть одна фраза В колесе чата Мне кажется Я готов его процитировать А будет видность Допустим сейчас В колесе чата Возможно я просто им не пользуюсь Решил испробовать Тест на увольнение Провести Не работает Не работает Очень жаль Но это ГГ Я могу и так сказать Рики Зифрик думает Чем же они занимаются Зифрик думает Чем же они занимаются Неужели они сядут на базе Да Неужели они просто позволяют нам фармить Не может такого быть По-моему он просто ищет Любого кто выйдет сейчас И будет его забирать По-моему он скучает А факт неплох Смотри-ка Прочитал ситуацию Ставится сентри против Никса Ассасина Да Никс наверное негодует Говорит как так Там Рики У нас нет сентрей А я все лишь навсего Никс Видит Никса И сентри Призывают к себе С нижней линии Абадона Абадон уже здесь Мы ждем дня Хотя вот сентрячок имеется Мы ждем дня Рики Какой мисплей Какой мисплей Мы уже не ждем дня Киперов Злайт погибает Предварительно спасая Рики Пак раскастовался Пак забирает Рики Это кстати минус 3 Из 7 киллов Но Эмбер Спирит не прощает Рейзера Пытается отступить Абадон Делает форстав Ну и размен получается В Рике Два в Рике Это еще не все Пак Цепляют его Дагон минус пак Фиро Бионд Гудлайк ГГ Ну спасибо Спасибо ребятам из Оверпауэр Что не стали тянуть Потому что эта игра могла Действительно длиться долго А толку в ней не было никакого Я напомню что Котел брал Со вторым пиком Я так и не понимаю Зачем они его берут Так быстро Почему Он так ценится у некоторых команд Что он такого делает Не знаю Даже не будем смотреть Статистику этой игры Как говорят некоторые Просто колы были сильнее Вот и все Просто колы были сильнее 6.36 В 6 раз перефрагали В итоге 0.9 статистик Оверпауэр Они заканчивают Своё триумфальное выступление На этом турнире Комплексти зарабатывают Очередную победу И у них по-моему Еще две игры Предстоит Для этого им нужно победить И постараться догнать Вилл для выхода в плей-офф Мы уйдем на небольшой перерыв И вернемся во Субтитры сделал DimaTorzok